Приветствую вас. Ну, отношения, конечно, можно построить с мужчинами. С любым мужчиной можно построить отношения. Да и если следует логике человека, если следует логике человека, то та девушка, с которой она общается, является единицей. Той самой единицей, с которой человек, собственно, свои отношения и начал. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Принимает ли девушка такую позицию? Человек. Вот. Отдает ли она счет в себе, в том, что эта ставница предполагает такую достаточно подчиненную роль женщин? А вот. Устроит ли ее? Такая, такая позиция. А вот. Какой момент. Основной. Потому что мужчина, он скорее всего не изменится. Мужчина, он скорее всего, таким и останется. Мужчина, скорее всего, таким и будет. И, пожалуй, пожалуй, что для него это нормально. Для него это нормальная и естественная среда. Среда. Хотя, ну понятно, что для девушки это может казаться совершенно неприемлемым. Вот. Такое поведение. Такое отношение. Вот. Так что, дейцы выбирают именно возглады девушки. Вот. Если девушка считает, что сможет принять мужчину, если у мужчины, условно говоря, есть другие достоинства. Вот. Которые. Ну, могут, могут в той или иной степени. Эм. Компенсировать. Вот эту вот. Не совсем. Эм. Позитивную историю. То можно подкроить отношения. Конечно. А если для девушки неприемлемо. что как человек себя ведет. Если девушки считают, что, ну, что мужчина не должен вести себя так. Например. Тогда, наверное, отношения выстраивать не нужно. Ну, просто из этого ничего хорошего не было. Не толчится. Вот и всё. Такая вот история. Что же я могу вам сказать? С точки зрения психологии. Да. Позиция человека, мягко говоря, не отличается своей гибкостью. Вот. Да. Позиция человека такая агрессивная. Да, сразу же. Да. Ну, всё зависит от полной картины. Понимаете? То есть. Всё зависит от того, как мужчина в целом в целом. Какой мужчина в целом психологический образ. А так бы только шло одному-самому как у нас на этой женщине делаться выводы, на мой взгляд, это крайне деструктивная история. Люди выстраивают отношения не только гендерные, но и социальные, а так же личностные. И это необходимо учитывать. Необходимо учитывать, что не только гендерное поведение определяют людей, но и так же социально, личностно. И тут есть нюансы, на которые желательно обращать внимание. Без которых не получится адекватно воспринимать человека. Кроме того, очень важно понимать, что между мужчиной и девушкой общего, именно общего, что их объединяет. Бывает так, что самых разных людей объединяет какая-то идея, объединяет какая-то цель, какая-то позиция. И совершенно разные, казалось бы, люди начинают что-то делать вместе. Ну, все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Понятно, что для этого мужчине нужна своя девушка, и понятно, что любая девушка не пройдет. И именно из-за отсутствия некоторой гибкости. Ну, психологической гибкости. Но, тем не менее, это ни в коем случае не запрещает. Подразумевать отношения. Но отношения не главное для этих людей. В взаимодействиях людей отношения не главное. Главное – самые люди. То, что мы хотим делать для этих людей. Вот что главное. Поэтому, я думаю, я думаю, примерно так можно ответить к вам на вопрос, который вы задаете. Вот. И хочется задать вам встречный вопрос. Что такое нормальные отношения по-вашему? Как вы их понимаете? И кто вы, собственно, этому мужчине? Самое, чтобы про девушку вы сказали. В третьем лицо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Субтитры мне тво APIs